Трудная дорога, как говорят, с нетронутой доски. Успехом вам, ученики! Терпение вам, родители и учителя! И всем нам взаимопонимание! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И ученицы первого ВВ класса Ульянова и Виктории! Аплодисменты первому гранту! 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 И столько факт при причине, что тяжелое состояние душевного сидения, в котором находился поэт, оно отразилось и на некоторых стихах этого времени. В лирике этого периода возникли у Кабацких разборные озорные матери. В стихе этого периода вошли в ливу Москва-Кабацкая. Словет, который мы пригласили к нам в гостин. Знаменитая американская танцовщица Сидора Дункан в начале 20-х годов приняла приглашение Советского правительства и отправилась в Москву с надеждой, чтобы завершить дело все свои жизни – создать школу танца. С первого же дня приезда Москвы Сидора Дункан наклонилась в общество артистов, художников, поэтов и музыкантов. Она встречалась со многими талантливыми людьми. Из всей галереи лиц, мелькавших перед ней, она отнеслась только к одному симпатии. Только одному лицу она, только один год показался непосредственным и искренним – была Сергея Есенина. Познакомилась она с ним на вечере у художника Московского граверного театра Ия Курова. Сидора появилась там около часа ночи в рангаре журненного спора об искусстве. Она приехала в красно-шелковом фельдоне, и войдя в зал усталым взором в его присутствующих. В углу на низкой сорте Дункана видела квадрявого блондина – юношу с праздникной красоты. Она неверенными шагами направилась к дивану. Через некоторое время Сидора лежала на диносорте, а у ее ног сидел Есенин. В четыре часа утра Сидора и Есенин поднялись с места и помолвали ему согласие, и вместе уехали от Яковлова. Есенин говорил только по-русски, а Сидора знала лишь несколько слов по-русски между тем. И тем не менее, они сразу вспомнили друг друга и стали очень близки. Как на чудо смотрел Есенин, не знавшись, что делать со своими руками и ногами. И на женщину, в каждом шаге и жести которой чувствовалась красота античной гормоны. И когда она в первый раз танцевала перед ним, он восторженными глазами смотрел на эти танцы и чувствовал в себе ту страсть, которая сковывала и Асидору. Встреча с Есениным сыграла большую роль в жизни балерина Асидора Дунка. Была актриса московского каменного театра, с которой Есенин познакомился. В один из еще раз рассказывал ему по шагу, что Есенин повез меня в мастерскую. Скульптура Канинкова обратно, они шли пешком долго, бродили по Москве. Он был счастлив, что вернулся домой в Россию. Радовался всему, как ребенок трогал руками дома, деревья. Он рассказывал, как было там трудно, за границей. И вот, наконец-то, он все-таки удрал. Он дома, он в России. Целый месяц Есенина ежедневно встречался с Миклашевской. Ездили за город и долго бродили. Поэт относился к Миклашевской с нежным и благоверным чувством. Надествовала в него подворно. Стихи, посвященные Миклашевской Есениного. Летом 1924 года Есенин пишет, приезжает в родную деревню. В деревенское время поэт делил между беседами, рыбной ловлей, прогулками. В это время было написано много произведений. Мы часто не слышали Масли, ответную песню любви. Сергей Есенин посвятил своей маме, Татьяне Федоровне, стихотворение «Письмо Масли», которое было положено на музыку Сергея Есенина. Которое было положено на музыку. Есенин преследовал желание оправдаться перед ней. Все объяснили, что она поняла и простила. Есенин положил на музыку «Письмо Масли». В те годы, когда поэт посещал Константину, неподалеку жил и работал в деревенском клубе «Василий Лепанов». Был он красный командир в гражданскую войну. Командировал на английском взводах. А теперь собирался получил программу, решив стать медикатом. В феврале 1925 года Сергей Есенин возвратился в Москву. Но многое в Москве повторялось. Так называемые друзья провоцировали Сергея Есенина на скандалы. К тому же и семейная неустроенность его тяготила. Близ 1 декабря 1925 года состоялись похороны. По Никельскому бульвару Траурный Кортеж направился на площадь памятнику Александра Сергеевича Пушкина. Трижды вокруг памятника был внесен гроб с телом Сергея Есенина, символизируя живую связь его поэзии с великой пушкинской традицией. Затем последовала одна установка на Турском бульваре и дома Герцена, где находились писательские организации. Еще одна установка была сделана у Камерного театра, а затем путь последовал на Ваганьковское кладбище. Несметное количество людей шло за гробом поэта. Со дня похорон Николая Некрасова в Петербурге Россия почти полвека не видела такого величественного прощания народа с поэтом. Горы еловых веток, венков и цветов покрыли могилы полного Ганковского. В прохладном воздухе декабрьской оттепели вновь прозвучали бессмертные строки поэта. Осталась память о стихах, стихи, которые запали в душу и которые хотелось бы вам сегодня прочитать. Подивьте свои, сокровенные мечтания, какое вам стихотворение больше всего запомнило. Мне запомнилось стихотворение «Отговорила роща золотая». «Отговорила роща золотая березами, веселым языком, И журавли печально пролетают, уж не жалеют больше ни о том, Кого жалеть, ведь каждый в мире стране пройдет, зайдет, и вновь оставит дом, А все вышедшие длинцы в конопляне, широким месяцем над голубым прудом. Встаю один среди равнин и голы, а журавлей охрусят в третьем даде. Я в полном думе о юности веселой, и ничего в прошедшем не лежать. Не жаль, не лет, затраченных, опасно, снижают души сиреневые цветы, В саду горит не все в лепиной красной, но никого не может не повредить. Не обгорят лепиновые кисти, а желтизны не попадет трава, Как дерево роняет тихоисты, так и ораняются в ростных словах. Время весом разметало, светодых всех в один и нежный конус. Скажите так, что роща золотая, отговорима в нем, Дождик мокрыми медлами чистит и вне крови помет лугами. Я люблюсь, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулигант. Я люблю, когда синие чаще, как с тяжелой походкой валы, Животами листвой, крепящими по коленкам мораж стволы. Вот она, моя устада рыжая. Кто же успеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут, следы человечьих ног. Русь моя, деревянная Русь, я один твой певец оглашатый, Звериных стеков моих грузь, я кормил их резидой и мятой. Взбрежи под полночь луны и кувшин, зачерпнусь молока берет. Словно больше кого придушить, руками крестов погонят. Вроде черная жусь по холмам, злобу вора струит в наш сад. Только сами разбойники, хамки, покровисты в ной конократы. Кто видал, как в ночи кипит, упреченных черем украсть? Мне бы в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенем стоять. Охуял головы мой куст, заслал меня в песенный плен. Осужден я на каторге чувств, вверх сеть жирного поэма. Но не бойся, безумный ветер, плюй, спокойный листой по лугам. Не сотрет меня кличка поэта, ей песни, как ты, пульган.